итак всем привет дорогие друзья вы на канале клёвая рыбалка и сегодня я у ребят решил взять интервью вчера они приехали как они съездили и также хочу сделать небольшой сюжет насчет этого взял у них кадры видео видео фото материалы ну и дабы не исключать вам решил показать и поделиться впечатлениями которые получили ребята от поездки так давайте сейчас возьмем интервью так ну уршан представься пожалуйста и скажи чем ты занимаешься род твоей деятельности всем здравствуйте в общем меня зовут рамазанов уршан работаю филиале толстый смпорт фолькс универкоме должен заместитель директора в общем в этом году нам посчастливилось можно сказать так что попасть в якутию нам дали государственное задание по определению количественных качеств лесов жиганского лесничества и татинского лесничества республики саха якутия вот в общем получилось так что у нас выехала сюда четыре инженера полив полевика с ними бригадир так скажем начальник отдела дюшкин вот и совместно с вологодскими специалистами начали вылетать на кластер и закладывать пробные площади в итоге у нас было заложено 56 пробных площадей нашим филиалам именно на территории если считать общая площадь территории лесничества 52 миллиона гектар это половина взяли 25 миллионов гектар наши специалисты можно сказать обследовали ясно окно да в прошлый раз вы вот недавно вы съездили на приемку работ по собалах майяна я знаю да да на собалах майян расскажи скажи как вот с первого дня что вот по пути как тебе понравились пейзажи какие впечатления получил шторах мы выехали сейчас период такой что очень низкий уровень воды и в этом нужно собалах майяне получать сразу же сусти уже уже низкий уровень воды получается хорошо что один был дым очень много было дыма на лене был дым на собалах майяне был дым то есть видимость была ну такая дымка то стояла то есть на далекое расстояние не очень хорошо было видно на устье как было собалаха пусть и очень мелкая мы смогли проскочить но у нас хорошо что водометы как раз для этой работы мы заказали именно водометы анимат моторы звездовые так скажем вот что вы все-таки проходить по мелям нам было хорошо есть для этого заказали вот такие удлиненные тоннальные лодки раз для водомета это вот салар 500 5 метровая лодка очень себя хорошо показала так а давать тебе такой вопрос по пути потому ну по пути как туда ехали на работу вы чего-нибудь рыбачили по собалах майяна первый же день по пути в первый день мы в принципе да докуда хотели добраться изначально да это у нас там три пробы на реке не ньюминга не минга не минга не минга да получается мы до ним таким тогда них и не добрались потому что там вообще уровень вообще упал она же на водомете нельзя было да мы останавливались отдохнуть ну потому что до этой до этого устья уже будет 50 километров вот мы понимаем уже день подходил к концу там порыбачили до что там у нас нет не очень не очень не очень поймалась до щука было не только щука была там до 1 потом потом мы конечно поехали уже где к ночевке на базу это называется просто стоянка база это ручей же да по моему да там вот озеро там обычно хорошо ловилась как у вас было раз там уже ловилась уже нормально очень даже хорошо сначала начали попадаться линки и сиди да круто это на 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 блесну да получается или на мышь на блесну на блесну начала на блесну да на мышь не очень какая блесна была блю форты чужой тяжелые колебалки основ колебалка работа золотистого цвета это ленок брал получается да асик асик сик на что брал тоже на такую здоровую колебалку брал на большие на маленькие вертушки набрал брал да несколько на белую blue fox белый носик крупный пятый номер круп крупный сик то был там среднем течение ну или как она начал даже течение средний сик был средний ленок был там поднялись чуть повыше уже шел крупный на второй день уже работы выполнили да что там начали проверять пробы вот заход там был двух километров до пяти километров получается хорошо что не было дождя в этих промежутках рыбачили тоже пока ехали с пробы на пробу до дороги ехали что ловилась закидывали вот срывались таймени да ты че так же ленок сик сик местами был на мою пропускали он очень капризный капризный подался потом в итоге все-таки поймали таймени стояла рыба основал на тиховодах или на именно вот перекатах ленок стоял вообще вся рыба стояла перед перекатом буквально за метров 300 200 до переката там начиналось ловить на самом перекате ловилась но не так много и после переката тоже иногда ловилась ну вот что тебе вот конкретно вот такой запомните с этой поездки какой плане рыбалки естественно что очень очень интересная разнообразная рыба очень интересную ловить на мыша тоже ловилась но на мыша ловилась вечером со скольки с 8 вечера 8 до 12 вечера но можно круто на мышам половить и хороших клинков попалась лимба большой большой ли ног щуки щуки там уже повыше лужи щуки не было наверно выдавил таймин ленок ну хорошо спасибо чё как понравилось тебе поездка то вообще что рекомендую очень красиво очень красивые места нам что порекомендуешь остающимся здесь надеяться на лучшее можно кому-нибудь тоже папа удастся все таки побывать на соболов маяне вообще в якутии ганске ганском лесничестве хорошо это получается уже заполярные реки которые все-таки отличается своей красотой бурным течением вот перекатами красивыми мы незабываемым пейзажем впечатлениями отлично ты сам что-нибудь как и не социальных сетях есть нет социальных сетях рушан великий так что вот ну спасибо руша все приезжай к нам еще через 10 лет можно обязательно что-то изменится проверишь свои точки которые заложили ну давай сейчас возьмем репортаж у дениса так сейчас возьмем репортаж у дениса дениса вы все знаете уже он меня в трех сюжетах был до этого даже в четырех чего вот сундулюнга вот ну давай денис расскажи как твои впечатления что сколько удочек сломал сразу признаваясь спиннингов то есть два удилища сломал до тысячи спиннинговых но она облегченная а в результате чего сломаны не да ты и в каких местах они лопаются покажи это про кончик сломался да вот это что за бланк какой фирмы друга взял сломал ну-ка сейчас засветим сразу супраем или спин какой-то графит салма вот фирма салма 210 довольно таки на легком на маленьком линке с тест 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 здесь где-то вот она это 520 грамм но это не 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 такой не 10 35 20 принципе он нормальный тоже такое по телескопическое да как дернул клинок большой нет крупный линок был или средний не очень грамм 700 ясно ясно а фрикцион чего не сработал но я а второй спиннинг а ультралайт ясно ясно какие блесна работали у тебя блифокс и мыши две мыши работали основная то есть и днем и вечером ты днем тоже нам уж берет да но помещен на блесну на просто интенсивность поменьше но побольше может быть ли но но ты впервые поймал да таймени получается ну и как тебе ощущение с щукой сравнение есть кинуть не дощу когда она слабенько до тянет к дну а таймени сопротивляется да ты чё чуть подольше пришлось не повозиться да маленький это какие размером покажи руки руками маленький нормальный и так показал маленький но я так хорошо чё еще какие впечатления остались от якутии коваров может много ага рыбалка отлично ясно речка красивая места красивые блюдо ел какой-нибудь изысканную наши знаменитые потрашки ясно владислав готовил да все вместе готовили нарезали рушан рушан потрошил потрошитель фотки понаделал какие-нибудь нет фото в санят чинем хорошо хорошо все понял тогда ну ладно спасибо тебе приезжай еще удачи карьерного роста и тому подобное через десять лет увидимся можешь посмотреть себя в ютубе потом интервью ладно всем теперь возьмем у руслана сразу не отходя от касса давай руслан говорит что какие впечатления чуть-чуть поймал чем чем рыбачил ну ты еще был на у нас в оленке же был же до отличие от ребят же расскажи про оленек маленько чё там как красиво там сколько-то имени поймал а здесь как здесь поймал же тоже ясно а где крупнее поймал на линии в оленке все-таки и здесь вот соболах маяни или на линке больше были да ясно ну у нас разнообразие рыбы наверно да побольше нами надо сик наверно да или там тоже был сик ну а там там было поменьше да маленький а блесна у тебя здесь какие работали в основном у меня одна все работа от колебалка еще ты все еще на нее до китайская колебалка спиннинг тебя нормально не не сломался ничего тоже спиннинг китайский ничего не ломается катушка китайская ничего не ломается ну круто круто ну хорошие впечатления у тебя в общем остались да ну оленей постоянно да классно ладно удачи тебе карьерного роста приезжай также через 10 лет спасибо но все хорошо вот ребята короче в общем съездили по мотору что можете сказать по вот этому здесь короче стартеры ломаются да а по одному мотору вы говорили у вас вообще заклинил еще что тут основном ломается по моему вот этот вот у ребят был сломан до это заедает кнопочка тоже научились нога да где-то тут вот они вот водометный этот сломали вот здесь все выломано в общем да с ямаха не сравнится завести проблему понятно с но клевала на какие мыши на мыши вот такие мыши обычная мышь она это получается голая как вы саму что-то слон слоненок то что она не мохнатая но не покрова меньше волосы но да а вот на это на вот потом больше начало клевать все-таки вот эти мохнатые да вот эти волом назвали да вы так оригинальный и таймень и даже сик на нее плюнул такую большую весну большой огромный сик ну таймень первый сорвался на нее у меня а на следующем перекате это имени уже вот на такую пойму но больше наверное плюет на золотые блеск у них нет золотистый поводки естественно крепкие леска 37 килограмм поводки тоже такие же 40 40 килограммов спиннинг горыныч волжанка 100 грамм выгибается не ломается не подвел ни разу такой специальный бра понятно правильно такой нужен на тайме нет и даже крокодилы вот эти пойдут который фидерные по 100 200 грамм стекло стекло композитных на эту говоришь на этого воблера который заглубляется до трех-четырех метров это форель или что удивление брал здесь огроменный есть два по три килограмма это там на саболохе на унделюнге да 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 мы увидели на саболохе вообще никто не брал это сколько сантиметров примерно ну на скидку японский сантиметров 15 вместе с лопатой с лопатой будет 18 18 ну ясно 17 сантиметров в обле такие вот нужны в икуте если будете ехать так что не ездил но я на ездил и может у нас в коме щуку нормальную поймаю итак дорогие друзья спасибо за просмотр хотелось бы ребятам пожелать и счастливого пути от себя лично сказать что я рад что им удалось побывать у нас в якутии ведь такая возможность выдается не каждому дело в том что где-то на югах в турции там технику рта вы наверное можете побывать всегда в якутии сожалению побывать могут не все и тем более порыбачить здесь поэтому я рад что ребятам выдалась такая возможность они приехали и у теперь у них будут воспоминания надеюсь на всю оставшуюся жизнь что они побывали в таких местах ну и хочется пожелать им здоровья успехов в жизни рад был увидеться познакомиться спасибо вам тоже желаю всем подписчикам и зрителям этого видео хорошего настроения всем здоровья счастья удачи подписывайтесь делитесь с друзьями ставьте лайки и выбирайте как говорится правильные направления для отдыха всем спасибо всем пока